Уважаемые друзья, мы с вами начинаем очередной открытый интернет-урок, всероссийский. Этот интернет-урок посвящен очень актуальной и интересной теме, она у нас написана. Я для открытия традиционного нашего очередного интернет-урока предоставляю слово Геннадию Ивановичу Семикину, руководителю учебно-методического центра здоровьезберегающей технологии профилактики наркомании в молодежной среде. Это профессор, доктор медицинских наук и сопредседатель общероссийского общественного движения «Здоровая инициатива». Пожалуйста, Геннадий Иванович. Дорогие студенты, уважаемые участники нашей интернет-конференции в разных уголках России, кто к нам присоединился, разрешите мне с особым удовольствием вас поприветствовать и передать слова на путь, на удачную нашу совместную работу, успешную, нашего ректора Александрова Анатолия Александровича. Данная интернет-конференция проводится Министерством образования и науки Российской Федерации. И таким образом я также уполномочен передать от нашего родного министерства всем участникам нашего мероприятия самые теплые слова, пожелания успешной работы. И самое главное, чтобы наша конференция внесла свой существенный вклад в здоровье нации, а это в первую очередь здоровье молодежи. В своем коротком слове я хотел бы подчеркнуть следующую ситуацию. Вы уже в курсе, буквально и вчера, и в последние дни, на самом высоком уровне, на уровне президента нашей страны Путина Владимира Владимировича, правительства Медведев Дмитрий Анатольевич. Звучит мысль, что Россия должна вернуться к статусу индустриальной державы, которая не просто поставляет сырье во все остальные страны, но является тем, кем она была лидером в промышленном производстве, лидером в инновациях, в идеях. И в связи с этим возрастает роль инженеров и инженерной науки. Вы являетесь как раз теми, на кого сейчас вся страна обратила свои взоры. Вы надежда всего государства, нашего общества, что страна обретет тот статус, который ей положен по историческому развитию. Но здесь важный момент. Надо быть не только умными, трудолюбимыми, не только плодотворно-творчески трудиться в тех отраслях промышленности, науки, где вам доведется работать. Но обязательно быть здоровыми. Здоровье – это тот ресурс, который позволит вам преодолеть любые трудности, решить любые производственные задачи. И самое главное – создать крепкую семью, воспитать детей и при этом быть счастливыми людьми, делая счастливыми те, кто рядом с вами, а не делая других людей заложниками ваших проблем. Проблемы возникают у того и накапливаются у тех людей, кто не может разобраться со своей системой приоритетов. Вот об этом, собственно, мы сегодня и поговорим. Поэтому присоединяюсь к ранее прозвучавшим пожеланиям и тоже желаю нам плодотворной работы, чтобы это помогло всем участникам конференции понять важные вещи. Спасибо за внимание. Сейчас, Генерал Иванович, одну минуточку. Уважаемые друзья, хотел бы предупредить о том, что у нас идет прямая трансляция, адрес интернет-трансляции написан, и вот уже поступают вопросы по сети, на электронную почту. Я в ходе выступления специалистов, представителей министерств буду задавать вопрос, который поступает. И если в зале будут вопросы, вы уже в письменном виде подавайте их мне, чтобы я мог своевременно задавать тем адресатам, которым они предназначены. Геннадий Иванович, вот большинство уже людей спрашивает еще с прошлого интернет-урока. Почему именно в МГТУ имени Баумана проходит интернет-урок? Ну, как я понял, люди спрашивают, у вас что, больше всех наркоманов или чего тут? МГТУ имени Баумана. Если смотреть и международные, а тем более рейтинги внутри нашей страны, мы лидирующий вуз. Но помимо лидерства в учебном процессе, в научных разработках, мы стали первым в стране вузом здорового образа жизни. И у нас как раз нет проблем ни с наркоманией, ни с другими формами саморазрушающего поведения. Именно потому, что у нас с 96-го года, благодаря усилиям наших ректоров, руководству вуза создана система здорово-сберегающих технологий, которая известна во всей стране. И именно учитывая наш уникальный долговременный опыт, Министерство образования и науки обратилось к Бауманке за проведением такого интернет-урока. Геннадий Иванович, вот еще один вопрос. Как я понимаю, вопросы некоторые уже задают те, кто смотрели первые два интернет-урока. Вот люди спрашивают, а почему именно в МГТ имени Баумана, на базе МГТ имени Баумана, создано общественное волонтерское движение обучающейся молодежи «Здоровая инициатива»? Это благодаря инициативе наших студентов. Они в 2003 году создали волонтерскую студенческую организацию на базе правкома студентов. А затем, благодаря поддержке ФСКН России, благодаря поддержке Минздрава, И, конечно же, в первую очередь, благодаря поддержке Министерства образования и науки эти мероприятия перешагнули через, скажем так, границы нашего вуза и стали всероссийскими. И наши же ребята, когда подружились с регионами, объединили многие вузы, средние учебные, начальные учебные организации и создали здоровую инициативу. И вот последний вопрос из тех, что поступили. Люди спрашивают, вы работаете на общественных началах в рамках учебного процесса или вы как-то встроены в учебный процесс со здоровительным программой или еще что-то? Очень правильный вопрос, принципиальный вопрос. Если наша деятельность не будет связана с учебным процессом, она будет, мягко говоря, малоэффективной. Наша деятельность, здоровье сберегающая, обязательно должна быть в учебном процессе и продолжаться во внеучебный период организации досуга студентов и реализации их каких-то других интересов, направленных на творческую деятельность. Спасибо, Геннадий Иванович. Спасибо. Мы продолжаем наш интернет-урок. Я хотел бы представить вам членов Президиума, который присутствует сегодня с нами до конца. Геннадий Иванович, вы уже услышали, я его представил. Кроме того, в Президиуме находится отец Евгений Салахов, это Крутицкое подворье, представитель Координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Мы давно уже взаимодействуем с Русской Православной Церковью и в вопросах профилактики отклоняющегося поведения, и также в вопросах духовного воспитания, нравственного воспитания, и, конечно же, в первую очередь, наверное, пропаганды ценностей здорового образа жизни. Кроме того, с нами сегодня будет работать Габрильянц Ольга Александровна, заведующая отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Кроме того, с нами также работает Руслан Андроникович Кардашан, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психологии Российского университета Дружбы народов. Кроме того, с нами работают и эксперты, это специалисты в данной сфере. Те люди, которые давно занимаются данной проблемой, имеют научные степени по данным вопросам, ну и, конечно же, находящиеся в тесном взаимодействии с МГТУ имени Баумана в вопросах координации создания системы профилактики. Это Круг Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, если можно показаться. Ведущий научный сотрудник Учебно-медицинского центра Здорово-осберегающей технологии профилактики наркомании МГТУ имени Баумана, профессор, доктор психологических наук. Галина Анатольевна Мысина, заместитель директора Учебно-медицинского центра, профессор, доктор педагогических наук, специалист в сфере здорово-осберегающих технологий. И Климович Вероника Юрьевна, клинический психолог МНПЦ наркологии. Также Вы видели Веронику Юрьевну на прошлом интернет-уроке. Уже многие знакомы со специалистами нашими. Продолжая наш интернет-урок, хотелось бы предоставить слово для небольшого приветствия, выступления отцу Евгению Салахову. Пожалуйста. Дорогие коллеги, дорогие студенты, разрешите мне передать приветствие и благословение от Синодального отдела социального служения Русско-Православной Церкви. В его составе находится координационный антинокротический центр под руководством епископа Мефодия Кондратьева. Именно это учреждение в нашей Церкви занимается проблемой профилактики наркозависимости. И не секрет сказать, что для нас, сотрудников этого учреждения, клириков Русско-Православной Церкви, вопрос профилактики наркозависимости и вообще зависимого поведения является основополагающим нашей деятельности. По слову Святейшего Патриарха Московской в Северосии Кирилла, вопрос зависимости тесно взаимодействует и опирается на ту ситуацию, которая сложилась в нашем обществе сейчас. В условиях коммерциализации образа жизни человека, современный, особенно молодой человек, очень часто и очень быстро становится рабом 7-минутных желаний. И в конце концов, даже сейчас уже в психиатрии, во всех смежных областях появился термин «человек зависимый» – хумоадиктус. И для того, чтобы нам решить эту проблему духовными средствами, мы стараемся при работе с людьми формировать в них правильное чувство ответственности, правильное понимание, кто является человеком ответственным. Если рассмотреть сегодняшнюю ситуацию, человек ответственный по нынешней планке – это человек, который способен заботиться только о себе. Но если мы посмотрим вглубь этой проблемы, мы увидим, что, так скажем, как говорят, сейчас говорят об инфантилизации общества, что инфантил, он за себя уже отвечать не может, он весь во власти в лечении этих 7-минутных желаний, бывает даже низминых. Захотелось острых ощущений, укололся, и ведь не умер же, потому что соблюл дозу. И сейчас ответственность – это опять-таки только способность отвечать за себя. И это неправильно. Такой благополучный с точки зрения современной морали человек всё-таки в конечном счёте за себя не отвечает. Почему? Это эгоцентричное поведение, оно атомизирует и отделяет человека от других. А такая атомизация, такой человек может существовать только, когда он полон сил. Когда он только полон сил. Если же болезнь, катастрофа, какие-то другие внешние обстоятельства, этот человек без поддержки не жизнеспособен. Значит, заботясь о других и используя в своей жизни принцип жертвенности, как основополагающий духовный принцип своей жизни, человек является по-настоящему ответственным. А не отзываясь на тяготы родных, друзей, отказываясь от бремени, семьи, не заботясь о детях, от участия в судьбе общества, народа, отечества своего. Современный человек не смотрит даже на два шага вперёд. Почему? Потому что он обрекает себя на полную беззащитность в критических условиях, в будущем, когда он уже не будет полностью. Вот этот отрыв поколений мы стараемся устранить при работе с людьми. Мы работаем с детьми, с родителями, и делаем из них опять единое целое, как было раньше в традиционном обществе. Именно это и позволяет нам уже в объединении людей и решать эти серьёзные задачи. Ну вот, наверное, самый главный принцип я постарался вам выразить. Ещё раз приветствую всех вас в этом добром деле, который мы с вами сегодня начинаем. И, конечно же, призываю на вас все благословения Божьи. Вене вас Господь. — Отец Евгений, подождите, не спешите. У нас сегодня интернет-урок, и поэтому и вопросы вам уже поступают. Вот я несколько своими словами буду говорить, вопросы. Вот люди спрашивают, как вы считаете, на сегодняшний момент достаточно ли тесное взаимодействие образовательных организаций с представителями Русской православной церкви, духовенства в вопросах антинаркотического воспитания? Или можно ещё что-то придумать такое, чтобы действенное было? — Ну я думаю, что вот это доброе начинание, которое у нас с вами сегодня состоится, состоялось уже, является одним из тех очень хороших попыток реализовать более тесное взаимодействие. Потому что, видите, для нас вопрос веры, особенно для вас, кто учится, учит, это вопрос всё-таки более прикладной. Потом он уже становится мировоззренческим, более глубоким. Но для людей, занятых в тесном, довольно-таки в тяжёлом таком графике работающих, всё-таки мы идём, ну я говорю, мы за всех, да, идём в церковь, используем помощь Божию, когда это действительно нам очень необходимо. Это потом уже человек, когда появляется в более свободное время, может что-то рассмотреть. Поэтому я думаю, что правильней будет как раз нам идти к вам. Действительно так. — Ну всё, спасибо. — Спасибо большое. — Дорогие друзья, хотел бы несколько слов ещё сказать о том взаимодействии, которое осуществляет МГТ Минебаумана с Русской Православной Церковью. Недавно, вы знаете, у нас на территории МГТ Минебаумана проходили рождественские чтения, проходил съезд наркологов, проходил съезд представителей реабилитационных структур Русской Православной Церкви. И решались, как раз, вопросы, связанные с созданием вот этого реабилитационного постлечебного пространства, связанного с возвращением человека в общество после определённого периода его лечения и реабилитации. Мы сейчас, продолжая работать, должны ещё акцентировать внимание на том, что сегодня у нас вот поступающие вопросы касаются многих тем, поэтому я прошу не обижаться, пока я отбираю вопросы, касающиеся конкретной тематики, связанной с профилактикой наркомании, диагностикой наркотического поведения, ну и так далее. Остальные вопросы я также группирую, и по возможности я буду задавать экспертам и членам Президиума. Теперь хотел бы немножко сам взять слово и выступить. Да, если можно, на экран показать. Говоря о прошлом интернет-уроке, вот перед вами картинка сайта Здоровой инициативы, так как мы обещали всем запись выложить на этом сайте, поэтому на этой страничке уже висит информация по прошлым интернет-урокам, вы можете также зайти и посмотреть запись. Перед тем, как посмотреть запись, вы должны пройти регистрацию. Регистрация обязательно, так как мы ведём и учёт, и формируем контактную базу тех, кто интересуется данной проблемой, кто занимается в сфере профилактики наркомании. Вы понимаете, что профилактика наркомании обязательно изначально предполагала нормативно-правовое регулирование. Естественно, все специалисты, которые у нас сегодня смотрят, студенты, которые находятся в зале, понимаете, что любая инициатива администрации образовательного учреждения, она не носит порядок личной инициативы. Она, естественно, укладывается в государственную политику, в политику Министерства образования, в политику Федеральной службы по контролю за ворот наркотиков именно в этой сфере. Поэтому все действия, они как-то координированы, они в системной основе. Вот я бы хотел несколько, может быть, неподробно, в назывном порядке, обозначить те нормативно-правы акты, которые на сегодняшний день используются специалистами в сфере профилактики для организации системной профилактической антинаркотической работы. Вы видите, перед вами это международные акты, известные всем конвенции о наркотических средствах 1961 года, конвенции о психотропных веществах 1971, конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотиков 1988 года, и есть еще решение Совета Министра внутренних дел государств, участников Содружества независимых государств, об укреплении сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Кроме того, есть законодательные акты у нас в Российской Федерации. Это кодексы, которые регламентируют ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков, и которые являются также профилактической формой, потому что незнание не освобождает от ответственности от закона, вы понимаете прекрасно. Поэтому здесь нами перечислены законодательные, ну, это не акты, конечно, уголовный кодекс, гражданский, таможенный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Те, которые, статьи, которые регламентируют борьбу с незаконным оборотом и незаконным потреблением наркотических средств, психотропных веществ. Дальше я бы хотел еще остановиться чуть-чуть подробнее на отдельных нормативно-правых актах, которые чаще используются, и которые, может быть, еще не всем известны. Это конвенция ООН о правах ребенка 89-го года. Она регламентирует как раз вопросы защиты детей от незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ. Далее, это конвенция ООН против незаконного оборота наркотиков и психотропов 88-го года. Вот в этой конвенции установлено, что стороны принимают во внимание в качестве обстоятельства отягчающего правонарушения такое фактическое обстоятельство, как вовлечение в незаконный оборот наркотиков, использование в этих целях несовершеннолетних. Мы все понимаем, что в образовательной среде, в образовательных организациях много детей, подростков учащихся, которые являются несовершеннолетними. Так вот, мы должны понимать, что законодательная база в мировом сообществе, она как раз и требует от национальных законодательств усиливать ответственность за вовлечение в незаконный оборот несовершеннолетних. И те, кто этим занимается, должны четко понимать, что государство России четко придерживается международных актов, и такая ответственность усиливается и у нас в том числе. Основным законом в сфере незаконного оборота наркотиков регламентации всей деятельности, как законной, так и незаконной, противодействия незаконной деятельности располагается в федеральном законе номер 3, который гласит о наркотических средствах психотропных веществах. Вот этим законам как раз и даются понятия в сфере профилактики, что такое антинаркотическая пропаганда, основные принципы, цели этой деятельности. Таким образом, в том числе и наш сегодняшний форум проходит в рамках федерального закона, так как мы с вами уже работаем над координацией усилий и действий в реализации как раз целей и задач, предполагаемых данным законом. Есть основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Вот с 1993 года они устанавливают правовые и организационные экономические принципы в области охраны здоровья несовершеннолетних. Принципами признана необходимость и важность осуществления прогрессивной политики предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а также необходимость и важность систематического изучения и выработки мер. При этом необходимо избегать криминализации наказания ребенка за поведение, не причиняющий серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим. Федеральный закон об основах системы профилактики, это известный всем 120 закон, и часто сейчас начали путать 120 закон с новым 120. Это новый 120, как раз регламентирующий профилактику, своевременную диагностику и явление. Чуть позже вы услышите подробнее специалистов, которые будут раскрывать содержание этого закона и как он реализуется. Этот 120 закон об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних как раз выделил категории лиц, в отношении которых должна проводиться социальная профилактическая работа. К ним относятся несовершеннолетние, обучающиеся до 18 лет, так как распространение среди них фактов, в том числе и наркотиков, довольно-таки распространенная деятельность. В связи с этим в Министерстве образования и науки Российской Федерации было разработано очень много нормативных подзаконных актов, в том числе и методическое обеспечение социального партнерства при проведении профилактической реабилитационной работы, а также на сегодняшний день есть регламентация, связанная с методическим обеспечением профилактической работы. На сайте Министерства образования вы с этим можете познакомиться. Не могу не сказать о концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года. Концепция предполагает основные задачи государства в этой сфере. Как раз из них три перечислены. Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, укрепление института семьи, возрождение и укрепление духовно-нравственных традиций семейных отношений. И здесь же хотелось бы отметить то, что в этой концепции прописано. Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболеваемости населения, распространенность алкоголизма и наркомании. Вот это ключевое слово как раз государством обозначено как одна из проблем. В этой связи проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления, нарушение состояния здоровья детей и подростков, усиление профилактической работы по предупреждению наркомании, нежелательной беременности является одной из таких государственных направлений деятельности. Кроме того, стратегия государственной наркотической политики, также все специалисты знают этот документ, который был принят в 2010 году, стратегия в качестве генеральной цели устанавливается существенное сокращение незаконного распространения немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий незаконного оборота, а также при этом стратегической целью профилактики является сокращение масштабов немедицинского потребления, причем формирование обязательно негативного отношения. Мы можем говорить много о вреде, но при этом формируется иногда толерантное отношение. Это не моя проблема, это меня не касается. Вот нам необходимо работу осуществлять так, чтобы негативное отношение к распространителям, особенно к тем, кто занимается организацией этого бизнеса, у всех у нас было в едином порядке. Дальше. Федеральный закон от 2009 года, номер 215. Вот он как раз о внесении изменений в уголовный кодекс. То, о чем я вам говорил. Международные акты осуществляются и в Российской Федерации. Этим законом усилена уголовная ответственность за совершение преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следующий закон 2012 года, номер 54. Этим законом устанавливается уголовная ответственность за склонение к потреблению аналогов наркотических средств или психотропных веществ, статья 230, и за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Ну, говоря простым языком, вы знаете, что в средствах массовой информации частенько поднимают такую тему, как курение различных смесей. В этой связи как раз законодательством обеспечивается нормальная работа правоохранительных структур для того, чтобы своевременно пресекать и незаконное распространение этих смесей. Потому что часто народ дурит тем, что в эти формулы включаются вещества, которые пока еще не являются запретными, но в сочетании являются одурманивающими наркотическими веществами, вызывающими те же опьянения, ту же зависимость. Поэтому законодательство усиливается, поэтому те, кто занимается, должны четко понимать, что в любом случае мы ответственность за незаконный оборот наркотиков будем увеличивать, потому что других путей ни в одном государстве нет. Следующий законодательный акт – это распоряжение правительства Российской Федерации. Им утверждается план мероприятий по созданию государственной системы профилактики. Вы понимаете, что ни одно министерство, ни одно ведомство не может самостоятельно решить данную проблему. Ни одна общественная организация только лишь в единой системе. Для этого и составляются и координируются государством планы координации вот этих мероприятий по деятельности каждого министерства, ведомства, включая и общественные организации. У нас есть также в стране национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 года. Она также утверждена указом президента. В ней указывается на то, что недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения защиты прав и интересов на данный момент существует. Нарастание новых рисков, связанных с распространением незаконной рекламы и пропаганды наркотиков в средствах массовой информации. Также сети интернет. Далее я вам покажу те нормативные правоакты, которые как раз раскрывают содержание данной стратегии, включают ее в действие, регламентируя ответственность. Также несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей, подростков и молодежи новым риском, связанным с развитием сети интернет и информационных технологий. К сожалению, вы понимаете прекрасно, тем более здесь очень многие присутствуют с МГТ Минибаумана, век технических новых стандартов, век такой усиленной информационной обеспеченности учебного процесса. Часто в этом информационном поле незаконно пытаются навязать скрытую рекламу и пропаганду, что недопустимо. Мы должны с вами говорить и об этой теме, потому что открытость этой информации во многом предупреждает тех, кто может попасться на удочку вот таких вот интернет-уловок. Следующий федеральный закон, как раз подтверждающий мои слова, это 139 закон от 2012 года, вот он и называется «Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный закон вводит единый реестр доменных имен. То есть теперь Федеральная служба по контролю и забору наркотиков имеет право выявлять и закрывать те сайты, привлекать к ответственности их руководителей, провайдеров, которые осуществляют незаконную рекламу и пропаганду наркотиков, а также всего, что связано с этой сферой. Федеральный закон номер 18 2012 года устанавливает повышенную уголовную ответственность за сбыт наркотиков в образовательном учреждении, а также на объектах спорта, в помещениях, используемых в сфере развлечения и досуга. Мы все с вами говорили о том, что действительно дискотеки становятся формой вовлечения новых адептов в сферу незаконного употребления наркотиков. Вот теперь закон повышает ответственность тех, кто не только продает на территории этих учреждений, но и тех, кто отвечает за безопасность на территории этих объектов, учреждений и досуга. Следующий федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Мы по-разному с вами можем относиться к этой тематике, но я хотел бы свою позицию сказать, что закон уже действует, и я исключительно могу сказать по тем студентам, с которыми общаюсь, несмотря на то, что многие могут сопротивляться, но пользы от этого закона уже много. Я знаю сам некурящий, что действительно количество вот этого дыма, который мы вдыхали, стало меньше. Те, кто пока не может побороть себе эту слабость, вынуждены покидать места нормального общения людей и переселяться там, где встречается только с сосками. Ну вот, поэтому мне бы хотелось поддержать этот закон с личной точки зрения. Дальше, концепция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. Говоря об этой концепции, могу сказать, что МГТ Минибауман также участвовал в разработке этой концепции. Вот, сегодняшнее мероприятие открывал Геннадий Иванович Семыкин. Я знаю, что и экспертные собрания проходили здесь же. В связи с тем, что концепция является теоретическим трудом, направляющей сферой в этой деятельности, но мы ее должны использовать, потому что эти направления уже проверены практикой и сегодня являются одним из регламентирующих профилактику в образовательной сфере. У нас, вы знаете, уже действует новый закон номер 120, тот, который, я вам сказал, не путайте с профилактическим законом. Вот этим законом как раз и вводится порядок своевременной диагностики, и вообще система профилактики становится уже в нормативно-правовое управляемое направление. В этой связи этим законом как раз четко расписывается разделение диагностики наркотического поведения, какими сферами, какие органы, учреждения и организации должны этим законом заниматься. Также данный закон определяет то, что раннее выявление незаконного употребления наркотиков является одной из форм профилактики незаконного употребления наркотиков. То есть не диагностика ради диагностики, а диагностика как одна из сфер профилактической деятельности в сфере профилактики наркомании. Социально-психологическое тестирование вводится этим законом профилактические медицинские осмотры. С 1 сентября 2013 года мы знаем, что вступил в силу новый федеральный закон номер 273 об образовании в Российской Федерации. Так вот, этим законом, это касается педагогов, родителей, хотел бы акцентировать свое внимание, что введена в статье 46 дополнительный пункт 7, который гласит так. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ. Поэтому это уже не просто философия деятельности образовательных организаций, это уже обязанность всех нас с вами вместе решать вопросы о недопущении распространения вот такого зла на территории образовательной среды. Ну и в заключение хотел бы еще назвать постановление правительства Российской Федерации. Оно направлено на решение одной из самых сложных на сегодняшний день проблем в области снижения спроса на наркотики. Профилактика немедицинского употребления наркотиков, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств отнесены данным постановлением к приоритетным направлениям видов деятельности, при осуществлении которых оказывается поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Таким образом государство мотивирует различные общественные объединения и организации заниматься профилактической антинаркотической работой. Спасибо за внимание к моему докладу, выступлению. Мы с вами продолжаем интернет-урок и я хотел бы пригласить Галинатольну Мысину, которая подробно как специалист расскажет суть и содержание федерального закона номер 120. Прошу слушать. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, уважаемые участники, разрешите вашему вниманию предоставить информацию о федеральном законе 120, который вступил в силу с 1 декабря прошлого года. И касается он организации проведения тестирования на употребление наркотических средств. В этом законе подразумевается две процедуры. Это то, собственно, проводится в образовательной организации, в школе или в вузе, в колледже, в лицее. Это, собственно, социально-психологическое тестирование. И второй этап или второе мероприятие – это медицинские осмотры, которые проводятся при руководстве Министерства здравоохранения. То есть это уже не образовательная среда, а это среда здравоохранения. Собственно, само тестирование проводится, начиная с возраста 13 лет и старше. От 13 до 15 лет получается разрешение от родителей или законных представителей ребенка. По статистике есть факты того, что дети начинают употреблять наркотики с 11 лет. Но всех с 11 лет тестировать смысла нет, потому что это случаи не столь распространенные. Поэтому с 13 лет, когда подросток, собственно, вступает в переходной период, когда у него начинаются конфликты в семье, конфликты с одноклассниками, и когда хочется стать взрослым и найти какую-то самореализацию через отклоняющееся поведение. После 15 лет молодой человек дает самостоятельное согласие на проведение или отказывается от проведения данного тестирования. Порядок социально-психологического тестирования, который проводится в образовательных организациях, устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации. Порядок проведения медицинских осмотров устанавливает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Значит, соответственно, те процедуры, которые проводятся в образовательной среде, они не направлены на постановку диагноза. То есть педагоги, психологи, которые проводят социально-психологическое тестирование, они не ставят диагноз человеку, является он наркоманом или нет. Выявляется просто группа риска, которая склонна к зависимому поведению. При проведении социально-психологического тестирования не используются медицинские методы, а используются психологические тесты, анкеты. Мы среди своих студентов использовали анкеты и Китела, и Личко, и Менделеевича использовали. Те студенты, которые приходили в Центр здоровья, я думаю, что они на психоматии проходили исследования. И, собственно, поскольку нет цели поставить диагноз наркомания, да просто выявляется личность, которая склонна к зависимому поведению. Значит, проведение социально-психологического тестирования в образовательном учреждении, порядок проведения и расписание проведения такого тестирования устанавливается руководителем образовательного учреждения. Он назначает комиссию по проведению данного мероприятия. Собственно, в определенный какой-то день группа обучающихся проходит это тестирование. Те, кто дал согласие на проведение данного тестирования. Дальше эти результаты запечатываются, как ЕГЭ проводится, запечатываются в конверт, опечатываются. И обрабатываются эти результаты не в самом образовательной организации, не в самом образовательном учреждении, а отправляются в департамент образования или в орган управления образованием в зависимости от территории. И там уже какая-то комиссия, которая назначается руководством департамента, проводит обработку полученной информации. То есть получается статистическая информация о том, что в школе номер 15 уровень распространенности обучающихся со склонностями к зависимому поведению больше 20%. В какой-то школе меньше 5%. Тогда Министерство здравоохранения, прежде чем направлять специалистов к проведению второго этапа тестирования, они могут не бежать во все школы одновременно, а выбрать и по рейтингу уже более проблематичной школы в первую очередь посещать. Свой порядок они, естественно, устанавливают сами и проводят по своим установленным правилам. Собственно, диагноз ставят врачи, то есть педагоги диагноза не ставят. Но если мы с вами возьмем, допустим, МГТУ имени Баумана, буквально в прошлом году был установлен порядок прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра у абитуриентов, который поступает на определенные специальности. То есть если человек не получает положительную медицинскую справку, он не может претендовать на поступление на эти специальности. Что сюда вошло? Радиоэлектронные системы и комплексы ТРЛ-1 и РЛ-6 кафедра, ядерная энергетика, теплофизика, ядерные реакторы и материалы, холодильник, реогенная техника, специальные системы жизнеобеспечения, наземные транспортно-технологические средства и транспортные средства специального назначения. В этой справке присутствует такой специалист, как психиатр-нарколог. То есть если психиатр-нарколог вам не даст положительного заключения, на поступление на эти специальности вы претендовать не можете. Дальше наших студентов через психиатров-наркологов. Наши студенты проходят специалистов, когда они претендуют на поступление на военный институт. После второго курса, когда проходит конкурс на военную форму обучения, студенты тоже проходят специалистов, в том числе психиатр-наркологи, которые приезжают к нам из Министерства обороны Российской Федерации, поскольку ВУЗ готовит офицеров ракетно-космических войск, которые являются стратегическими. И, соответственно, студенты с отклоняющимся поведением, с зависимым поведением, склонные к употреблению наркотических средств, им туда путь закрыт. Не секрет, что студенты балуются. Балуются марихуаной, курят и считают, что это все может сойти, пройти мимо, и никто этого не заметит. Почему в школе вводится тестирование? Потому что в 13, в 14, в 15 лет ребенка можно этим остановить. То есть если он будет знать, что его могут выявить, и выявление его вот этих деяний может закрыть ему путь для дальнейшего развития, может ему прекратить карьерный рост, то, возможно, это даст ему стимул задуматься над своим поведением и, собственно, встать на путь здорового образа жизни и не пробовать все подряд. Несмотря на то, что у нашего молодого поколения девиз «попробовать в этой жизни надо все», на самом деле не надо такой цели ставить. Я наркотики не пробовала, я от этого не страдаю, я получаю удовольствие от жизни другими способами. А само тестирование, оно, собственно, должно каким-то образом дать возможность детям остановиться. Я уже сказала, что органы управления образованием, получив результаты тестирования, собственно, они обрабатывают и получают результаты. Школы, руководство школы, педагоги, педагоги вузов, они не знают результатов тестирования. То есть педагог, он не знает, что в его классе там есть кто-то или никого нет, кто-то употребляет что-то, кто-то курит или там на дискотеках употребляет таблетки. То есть это для него информация закрыта, поэтому никаких там драконовских методов борьбы с учащимися, которые замечены, могут быть в каких-то таких вот деяниях, не будет. То есть студента, которого уличили в употреблении, там, в курении марихуана, его за это из института не отчислят. Он просто доведет себя этим способом до того, что у него успеваемость упадет настолько, что он просто вылетит из института из-за того, что он не сможет сдать сессию. Потому что не секрет, что употребление наркотиков ведет к слабоумию. То есть, да, первый год замечательно, второй год еще держимся, а на третий год просто человек уже не справляется с той нагрузкой, которую перед ним ставит высшее учебное заведение. Студенты обычно над этим смеются, потому что я курю, со мной ничего не происходит, поэтому что вы мне тут страсти-мордасти рассказываете. На самом деле, если бы у нас не было такого опыта, если бы у нас не было статистики, мы, естественно, об этом не говорили бы. Да, можно сказать, что дядя Петя, он курит всю жизнь и ездит на БМВ, но на самом деле один ездит, а десять уже лежат в могилах, и никто свидетельствовать за них не может. Собственно, если будут вопросы, то я готова ответить на них. А так, спасибо за внимание. Да, Галентольный, вопросы есть. Кстати, очень много вопросов поступает. Неоднозначное толкование, потому что вот один из вопросов гласит таким образом. А есть уже что-то, Министерство образования регламентировало порядок тестирования, или еще нет? Значит, Министерство образования порядок разработало, порядок подписан их юридической службой. Соответственно, сейчас разрабатывается сама методика проведения социально-психологического тестирования. Поскольку это тестовые анкетные методы, то при условии, что в этих анкетах не должно быть прямых вопросов. То есть детям, особенно до 15 лет, задавать прямой вопрос, употребляете вы наркотики или нет, этого делать нельзя. Были пилотные исследования, мы смотрели, какие анкеты используют другие образовательные учреждения, и когда 14-летнего подростка спрашивают, перечислите вид наркотиков, которые вы знаете, и оценивается его ответ по тому количеству, которое он перечислил, то, соответственно, это является скрытой пропагандой, потому что человек, который ни разу не встречался с этими терминами, у него возникает вопрос. И когда такой мальчик придет домой и начнет у папы спрашивать, а что такое марихуана, ЛСД или еще какие-то термины, то, соответственно, родители это может тоже привести в состояние замешательства, зачем ребенка посвящают в эту тему. Поэтому вопросов прямых при проведении тестирования в образовательной среде не должно быть. То есть сейчас ищется методика, которая, собственно, может использоваться в образовательной среде и позволить выявить группу риска по зависимому поведению. – Галина Анатольевна, еще вопрос. Если какие-то меры сейчас дисциплинарного воздействия в рамках инструмента у педагогов есть, повлиять, например, на то, чтобы люди там тестировались, или наоборот, те, кто протестировались? – По результатам тестирования никаких у них рычагов. Вот именно по результатам тестирования. Во-первых, педагоги в школе не знают, кто у них, может попасть в группу риска или нет. Другое дело, что педагог в школе знает свой класс, и он знает трудных детей, знает подростков, которые могут проявлять разные виды формы отклоняющегося поведения, и уже с ними, с их родителями проводить какие-то профилактические мероприятия. Потому что любое тестирование, психолог, он не обязательно ждать вот этого социально-психологического тестирования, которое проводится раз в год, допустим, для того, чтобы определить группу риска. Психолог, который работает в школе, должен заниматься исследованием своих детей на постоянной основе. Профилактическая деятельность должна проводиться на постоянной основе. Поэтому результаты тестирования здесь такой принципиальной роли не играют. Фактически это мониторинг государственный, то есть что происходит в образовательной среде, где регионы более благополучные, где менее благополучные. И, соответственно, меры надо принимать не тогда, когда провели социально-психологическое тестирование, а в повседневной своей работе, работе с детьми и с родителями. Вас спрашивают, какую методику, им говорит, у меня не Баумана может порекомендовать образовательным организациям для использования в социально-психологическом тестировании? В своих исследованиях мы использовали методику Китела, потому что, во-первых, там у него две методики. Есть методика для подростков, которую можно использовать до 15 лет, и для студентов после 15 лет, обучающихся и студентов. Соответственно, поскольку обработка этих анкет одинаковые, результаты сопоставимы, и, соответственно, можно эти результаты сравнивать, их можно анализировать. Если использовать разные методики, то был опыт такой, что в одной образовательной организации по одной методике 25% получилось, а у другой организации по другой методике 5% получилось. Но эти проценты несовместимы, потому что 25% не может сказать по отношению к 5%, где больше зависимых, где меньше. То есть методики должны быть сопоставимыми. Кител очень удобный. Спасибо. Галина Тольевна, можете присаживаться. Я продолжу задавать вопросы уже специалистам, которые у нас присутствуют в рамках развязанной дискуссии. Вот, Ольга Александровна, к вам вопрос. Почему, вот спрашивают, почему дети, вернее, не почему, а что делать родителям, если их ребёнок, которому старше 15 лет, отказывается, например, пройти тестирование? Как должны вести себя родители? Ну, во-первых, я хочу сказать, что сама процедура тестирования, об этом уже говорил предыдущий докладчик, основана на добровольном согласии. Но если всё-таки же ребёнок старше 15 лет отказывается пройти данную процедуру, а родители не могут его смотивировать на проведение этой диагностики, ну, во-первых, я бы на месте родителей очень задумалась, почему это происходит. И проанализировала бы отношения, которые складываются в этой семье, отношения детско-родительские, и, может быть, даже обратилась бы к психологу или психотерапевту, чтобы это проанализировать, потому что по нашим данным, по соцопросам, где-то около 80% родителей согласны на проведение тестирования и всё-таки же убеждают своих детей в том, что нужно пройти данное обследование. И второй вариант – это, пожалуйста, данные родителей могут обратиться к специалистам наркологической службы. У нас работают великолепные медицинские психологи, и индивидуально, и у нас имеются группы по работе с родителями для того, чтобы научить родителей замотивировать данных детей. И, конечно же, нужно обратить внимание педагогов на данных детей, на эту группу, не с целью, что там, наказать каким-то образом, а быть более внимательным к их поведению, к их отношению к жизни, и, наверное, усилить профилактическую работу в данном организованном коллективе. – Ольга Александровна, ещё вопрос вам. Если 15 лет старше принимает сам, до 15 родителей принимает решение, а если родители против, а ребёнок, его мнение пока не спрашивается, вот у родителей, они на родительских собраниях подписывают информированное согласие, и он безосновательно, вот педагог ведь задаёт вопрос, безосновательно говорит, я не согласен, не объясняю свою позицию. А потом начинают на родительских собраниях рассказывать о тех возможных последствиях, которые могут быть, к людям, которые выявят. И вот эти вот, как их называют, квакеры, они создают атмосферу, что родители просто боятся давать разрешение, опасаясь репрессивных мер. Вот что вы по этому вопросу скажете? Вопрос, как я понимаю, что делать педагогам, которые проводят те же родительские собрания? Как вот убеждать в том, что надо тестировать, и здесь ничего страшного, наверное, нет в этом? – Да, это очень важный момент. в выстраивании системы профилактики, именно по раннему выявлению скрытых потребителей наркотических веществ. Я говорю о том, что очень важно обучать специалистов системы профилактики данному направлению. И такие вот образовательные циклы у нас проходят и в Московском научно-практическом центре наркологии, я знаю, что и на других базах, именно по вопросам профилактики. И у нас только за 2013 и вот 6 месяцев 2014 года прошло обучение более 250 специалистов системы образования города Москвы и школ, и колледжей, и вузов по вопросам профилактики. – Спасибо. Владимир Михайлович, к вам вопрос. Вот я понимаю, есть у нас среди пользователей продвинутые такие интернет-пользователи. Вот они спрашивают. Иногда или даже часто происходит блокировка страниц, на которых, ну, к примеру, какая-то игра, игра действующая, и в рамках этой игры, например, происходит там описание вот внутри этой игры несуществующих там каких-то психотропных средств, их, может, он называет, но таких реально нет. Но все понимают, что это какой-то наркотический препарат, либо психотропный препарат, либо психоактивное вещество. Происходит блокировка. Вот люди не понимают, почему. Ведь не идет реклама наркотиков, не идет реклама там каких-то способов его потребления. Но в игровом порядке вот этот элемент присутствует, страница блокируется. Вот вы как психолог, объясните людям. Почему блокируется или для чего блокируется, да? Вопрос, конечно, интересный. Он связан, наверное, вообще в целом с обсуждаемой проблемой. Я думаю, что вот мы в сегодняшнем уроке немножко что-то какой-то сделали, такой крен угрожающий. Вот, говоря в студенческой, на самом деле, среде, и проводя этот урок в студенческой среде, говорим о каких-то там, ну, извините за выражение, фиглях-миглях, связанных с наркоманами, вот, зависимостью и так далее. Мне кажется, имеет смысл вести речь о том, что на самом деле студент – это представитель будущей элиты общества. Это наиболее продвинутая, образованная часть нашего общества. Это наша гордость и опора. И в связи с этим, наверное, в меньшей степени имеет смысл говорить о зависимости, в том числе и наркотической, а в большей степени о том, чтобы эта элита состоялась. А чтобы эта элита состоялась, наверное, было бы более ценно говорить о том, что имеет смысл обратиться к осознанию самого себя, к важности сохранения и развития потенциала сознавания своей значимости, своих ресурсов, ответственности за себя. И в связи с этим важно понимать, что мы, как государство, ну, как представители государства, да, вот ведём разговор на эту тему, безусловно, не находимся на необитаемом острове. Нам противостоят совершенно организованные недружественные силы, как в самой стране, так и вне её пределов, преследующие самые различные цели. И подталкивающие человека к легкомысленному проживанию, к легкомысленному проживанию, к неиспользованию своего потенциала, вот, на благо себя, семьи, близких, государства и так далее. И в связи с этим, наверное, в том числе, вот, предпринимаются совершенно корыстные, в большей степени осознанные попытки подтолкнуть молодёжь на, вот, экспериментирование разного рода, связанное с испытанием каких-то там ощущений, вот, открытием каких-то новых для себя страниц переживаний и так далее, и так далее. Наверное, в этом контексте и вот предлагается ряд всякого рода фантазий, вот, по поводу того, что можно обойти прямые запреты, да, можно искать другие способы и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот в этом вопросе, который вы сейчас сформулировали, задан несколько иной лейтмотив всего разговора. Разговор, мне представляется, на этом уроке важно вести о недопустимости химических злоупотреблений, а в более широком смысле не только химических, потому что есть ведь и игровые зависимости. То есть, вообще, социально неодобряемые или неприемлемые формы привыкания, злоупотребления, которые увели бы молодёжь, ну, в сторону от того, чего они могли бы достичь в личной жизни, в воспитании детей, в профессионализации и так далее, и так далее. И вот если со студентами говорить на эту тему, наверное, станет более понятна вообще канва этого разговора. Вот профилактика, мы ведём речь о ранней профилактике, так мы профилактируем что, наркоманов? У нас здесь нет наркоманов, почти нет, мизерный процент. Но у нас здесь много людей, которые легкомысленно относятся к потреблению всякого рода суррогатных продуктов, в прямом смысле химических, табаков, смесей, напитков, да, которые несут в себе очень определённый и легко распознаваемый специалистами эффект. Получение какого-то там неадекватного лёгкого состояния, вот, или привыкание к каким-то играм, которые также отводят от каких-то реалий, там, скажем, обыденной жизни, иногда отягощающих людей, и не только молодых. Вот в таком контексте, наверное, нужно понимать, что относиться к тому, что выложено в широком доступе, я как бы подвожу итог своему такому пространному выступлению, нужно ответственно, нужно понимать, что окружающая нас, информационная в том числе, и жизненная среда, она отнюдь не является тотально дружественной. В этих сигналах, которые адресованы всем, в том числе молодёжи, в информационной среде, в окружающей среде, немало корыстного, явного или скрытого. И нужно быть бдительным и ответственным, понимая, что не всё подряд нужно принимать, не всё подряд нужно пользоваться, нужно беречь себя и близких, и ответственно относиться к тому, чтобы реализовать те честолюбивые замыслы, которые лелеют родители студентов, сами студенты. Ведь в ВУЗы поступают, наверное, не просто для того, чтобы прожить несколько лет, не приобщаясь к родовой деятельности. Наверное, подавляющее большинство формирует или выстраивает какие-то жизненные планы, связанные с получением высокого статуса, самореализацией своих возможностей. Это хорошо, это здорово. Но чтобы это действительно состоялось, нужно понимать, что в открытом окружающем нашем пространстве много очень таких потенциально опасных, а иногда и прямо опасных вещей и предложений. Этого нужно остерегаться. Спасибо. Спасибо. Хотелось бы вопрос задать Веронике Юрьевне Климовичу, клиническому психологу. Вот спрашивает, Галентольна выступая, сказала, что с 13 до 15 лет тестирование, с 15 лет сами дают добро студенты или школьники, а вот до 13 лет педагоги спрашивают, какая-то работа должна с детьми проводиться или эту тему вообще не трогать? Ну вообще, если говорить о том, какая работа должна в области формирования и мировоззрения, здорового сбережения, и формирования ответственного отношения к здоровью, то эта работа должна начинаться с того момента, когда родители начинают воспитывать ребёнка. То есть целенаправленно и педагоги должны брать в круг своей работы тех детей, которые нуждаются в таком воспитательном аспекте, связанном с ответственным отношением к собственному здоровью. По нашим показаниям, это дети, которые ещё даже не пошли в школу. То есть это предшкольный период, начальная школа, начало средней школы и так далее. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что весь этот процесс – это очень долгий процесс, и говорить о том, что мы начинаем антинаркотическую работу и профилактическую работу только с момента законодательно определенных 13 лет – это, в общем-то, совсем нет. То есть гораздо более ранний предшествующий период. Спасибо. Вот у меня, прежде чем продолжить наш интернет-урок, ещё есть несколько вопросов. Хотелось бы сразу их задать, потому что вопросов очень много. Я их тут и по интернету, и которые поступают из зала, раскладываю как бы по тематике. Но вот есть некоторые вопросы, которые иногда выходят за рамки нашего разговора, касающиеся более медицинских проблем, особенностей развития зависимости и так далее. Я думаю, что давайте их оставим, когда у нас будут выступать специалисты. Вот у нас Ольга Александровна будет выступать, и там уже можно эти вопросы будет задавать как представителям медицины, врачам. Вот я хотел бы как раз Ольге Александровне вам и предоставить слово. Спасибо, Алексей Сергеевич. Я хочу поприветствовать всех участников конференции от имени главного нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессора, доктора медицинских наук, Брюна Евгения Алексеевича. И все-таки же хочу сделать акцент на том, что сегодня 24 июня, и мы с вами собрались не случайно, наверное, потому что 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это праздник, который имеет всемирное значение. И уже в течение 28 лет люди во всем мире, которые заинтересованы в сбережении здоровья нации, они объединяют свои усилия для того, чтобы еще и еще раз показать человечеству, каким тяжелейшим недугом является наркомания. И это не баловство, и это не вредная привычка. Это тяжелое, хроническое, психическое расстройство. И в международной классификации болезней 10-го пересмотра, по которой сейчас работают мы, врачи, имеется такой раздел – психические и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных веществ, тех или иных. И если кратко сказать о наркоситуации, об актуальности этой проблемы, то, наверное, мне бы хотелось заострить ваше внимание на том, что, к сожалению, до сих пор сохраняется рост числа пациентов, злоупотребляющих или страдающих наркотической зависимостью в Российской Федерации и в Москве в частности. К сожалению, увеличивается число лиц, погибших от наркотического опьянения, от отравления, от передозировок и от других причин, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, как в Российской Федерации, так и в Москве в частности. То есть эта проблема остаётся достаточно острой. Но если говорить о медицинских аспектах, то я вам хочу сказать, что, как любое заболевание, наркомании, токсикомании, алкоголизм, табако, курение или другие виды зависимости, наркомания должна и выявляться, и будет дальше выявляться. И вопросы профилактики здесь, естественно, являются приоритетными. Что такое профилактика? Уважаемые студенты, профилактировать, то есть предупредить. Намного проще предупредить развитие любого заболевания. Например, если у вас в семье кто-то страдает сахарным диабетом, и вы об этом знаете, то наверняка вы задумаетесь над тем, чтобы лишний раз проверить свою поджелудочную железу или сдать кровь на сахар, понаблюдать за своим состоянием здоровья, для того, чтобы в дальнейшем у вас не развилось это страшное хроническое заболевание. То же самое, такой же параллель, можно привести и с употреблением различных психоактивных веществ и других форм зависимого поведения. Я говорю о том, что профилактика, прежде всего, и наркомании, в том числе, и других наркологических заболеваний, она прежде всего выстраивается на том, чтобы выявить факторы риска. Те факторы, которые имеются, может быть, не у всех, но у многих из нас, и есть определенные группы факторов, и они известны научному сообществу. И очень важно выявить эти факторы, и выявить их на более ранней стадии, как сказала Вероника Юрьевна. Факторы и личностного плана, и семейного плана, и психологического плана, и много-много других моментов, которые способствуют именно, могут способствовать вовлечению того или иного индивида в употребление психоактивных веществ. И именно на это и направлена первая ступень профилактики. То, о чем сегодня говорила Галина Анатольевна, это социально-психологическое анкетирование. Я же хочу вкратце остановиться на следующей ступени. И это профилактические медицинские осмотры. Это следующий этап, который озвучен в 120-м федеральном законе от 7 июня 2013 года. Профилактические медицинские осмотры. Они включают различный комплекс методик, направленных также на выявление в том числе и скрытых потребителей психоактивных веществ. Это и различные беседы клинические, врачей, медицинских психологов, специалистов по социальной работе. Это и лабораторные какие-то диагностические процедуры, которые позволяют в биологических жидкостях организма выявить содержание того или иного психоактивного вещества. Главные принципы, по которым строится эта работа, а в Москве, в Московском научно-практическом центре наркологии, эта работа уже проводится с 2001 года и очень активно с 2009 года, как вы понимаете, еще до того, как сформировалась та нормативно-правовая база, о которой говорили предыдущие докладчики, я хочу сказать, что основные принципы это, конечно, добровольность на сегодняшний день и это конфиденциальность. Очень часто задают такие вопросы, связанные именно с анонимностью, конфиденциальностью данного процесса, как сами обследуемые лица, так и их родители. Я хочу на этом остановиться кратко и сказать, что те сведения, которые получают медицинские работники, которые проводят непосредственно диагностику лабораторную, эти сведения не передаются, персонифицированы они не передаются в образовательные учреждения, они остаются в медицинской организации, в частности, в наркологических учреждениях. и в дальнейшем специалисты наркологической службы дифференцированно уже работают персонально с каждым лицом, у которого имеются те или иные проблемы. Это не значит, что сразу ставится диагноз наркоман, токсикоман, это совсем не значит, что начинаются какие-то репрессивные меры, естественно, нет. Главная задача это своевременно оказать ту помощь, которая бы остановила дальнейшее употребление, которая бы спасла, по-другому не скажешь, спасла те или иные жизни молодые. И это очень важный момент. И вся процедура профилактики, она должна рассматриваться именно как комплекс определенных методик. в этом комплексе очень важно проводить разъяснительную работу и с педагогическим составом, и с родительской общественностью. Вот я уже сегодня отвечала на вопрос, что такая работа ведется, такие программы имеются уже сейчас созданы и реализуются уже реально, и не только в Москве, но и по всем субъектам Российской Федерации. и мы встречаясь с коллегами в других субъектах Российской Федерации видим, что данная работа профилактическая ведется практически по всей России, и уже давно, еще до того, как сформировалась федеральная нормативно-правовая база. И вся наша работа проводится в России, проводится и в русле мировых тенденций. Поэтому то, чем мы занимаемся с вами, наверное, это вопрос, как я считаю, я вот изначально детский психиатр, психотерапевт, я считаю, что это вопрос жизни, вопрос жизни и смерти нашего поколения, вас сидящих в зале, ваших будущих детей, ваших родственников. И поэтому именно объединяя усилия мы способны и уже мне кажется, мы на верном пути и мы способны справиться с этой проблемой. Я желаю всем здоровья. Спасибо, Олега Александровна. Вот вопрос вам педагоги спрашивают, какой опыт есть у вашего центра с точки зрения взаимодействия в профилактической работе с конкретными образовательными учреждениями или организациями? Ну, то есть, как я понимаю, люди спрашивают, да, вот, есть ли эффективность от вашего взаимодействия или у вас своё, у них своё, между вами какие-то посредники? Эффективность, конечно, есть, и работа проводится межведомственная и очень большая. Основа этой работы это заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профилактики, в том числе и по вопросам раннего выявления потребителей психоактивных веществ и по другим аспектам профилактической работы. Работаем мы и с детскими дошкольными учреждениями и со школами, и с колледжами, и с вузами в городе Москве оказываем методическую большую помощь специалистам системы профилактики и другим субъектам Российской Федерации, как вы понимаете, потому что Евгений Алексеевич Брюн является директором нашего Московского научно-практического центра наркологии. И не успела просто сказать в рамках регламента своего выступления, сейчас озвучу, что вот весной, март-апрель-май этого года у нас проходил очень большой такой пилотный, если так можно сказать, проект, потому что еще нет официального порядка от Министерства образования, Министерства здравоохранения, но работа ведется по этому направлению. Пилотный проект совместно с Департаментом образования, Департамент здравоохранения и в этом проекте по раннему выявлению, который включал и анкетирование социально-психологическое и лабораторное тестирование, участвовало 54 школы города Москвы и 16 колледжей. Вот, как я понимаю, родители спрашивают, наверное, московские, могут ли они вот сами привести ребенка, которому старше 15 лет, который, например, не желал бы, чтобы его диагностировали, но родители хотят? Вот, что вы посоветуете? Я считаю, что родители могут это сделать и должны сделать, если у них есть какие-то опасения, да, какие-то предположения, да, изменения в состоянии или в поведении своего ребенка. Они могут прийти и на анонимной основе получить консультацию и психиатра-нарколога, и медицинского психолога, и других специалистов. И данный обучающийся или студент не будет поставлен на учет, потому что он будет обследоваться анонимно, а специалисты уже попытаются, и чаще всего это удается сделать, замотивировать лицо, которое до посещения специалиста не хотело обследоваться, не хотело говорить на эту тему, но есть определенные приемы мотивации, и чаще всего мы убеждаем на то, чтобы обследоваться, проверить свое здоровье. Обследование не обязательно начинается с обследования на наркотики. Можно начать с того, что обследовать ребенка провести какие-то рутинные обследования, известные всем, и постепенно вовлечь в эту среду сопровождения. Спасибо большое. Мы продолжаем, вот вопросы все поступают. Геннадий Иванович, мне хотелось бы вам вопрос такой задать. Это родители спрашивают, что ваше мнение. Вопросы есть именные, поэтому я их так адресую конкретно к тем, кому они адресованы. Вот родители спрашивают, имеют в своем инструментарии тест-полоски, которые купили они в аптеках. Во многом является это, как они вот говорят, является фактом сдерживания, потому что, когда я говорю ребенку или сыну или дочери о том, что если есть сомнения, давай проверим твой организм с помощью тест-полосок. Но есть ли вообще доверие к самим тест-полоскам? И вообще правильно ли родители делают, что используют дома тест-полоски как диагностическое средство от наркотиков? Родители, которые используют тест-полоски, делают очень правильно. Это объективная методика. И важно, чтобы у школи есть подозрения неоднократно проводить, а с какой-то периодичностью. Допустим, ребенок, у него завелись какие-то сомнительные друзья, какие-то кодированные разговоры по телефону непонятные на бытовом уровне. Значит, он начинает шифроваться. И надо проверять не до того, как он уходит в компанию этих подозрительных людей, а когда он возвращается оттуда. Касаемо достоверности, надо помнить, что тест-полоски имеют степени, во-первых, погрешности, а во-вторых, их надо правильно хранить, срок годности. Все это надо смотреть. И если это тест-полоски, сделанные по всем правилам, купленные в аптеке, где гарантирован срок годности и так дальше, то, конечно же, эти тест-полоски обязательно должны быть в домашней аптечке. Спасибо. Вопрос отцу Евгению. Родители спрашивают, что сын как бы не скрывал, что он пробовал какие-то наркотики, но сын является верующим, и он раскаивается, но в церковь боится идти. Что Вы посоветуете? Надо, во-первых, узнать. В каждом регионе у нас сейчас, в каждой епархии существует, особенно в областных центрах точно, и в крупных районных центрах существуют отделы по этой проблематике, по профилактике наркотических и других зависимостей. Есть это в рамках социального служения, это обязательная мера, уже есть с конца 2012 года соответствующая инструкция синодального отдела, поэтому в информативном плане родители могут попасть уже к священнику, имеющий опыт работы, и там уже будет гораздо проще. Если, конечно же, их сыну само собой трудно попасть к обычному священнику, неизвестно, какая реакция будет, а сейчас уже уровень компетентности вырос намного, так что на уровне областного центра можно сказать точно. На уровне больших районов центров уже создаются. Спасибо. Мы продолжаем. Хотел бы слово предоставить Климович Веронике Юрьевне. Я знаю, что у Вероники Юрьевны голос немножко подсел, простудный, но если можно, вот сколько сможете, да, спрашивают в качестве вопросов, когда будет выступать, будет ли выступать Вероника Юрьевна. Будет, вот, пожалуйста, она выступает. После первого интернет-урока к вам, вот видите, есть интерес. Спасибо большое. Здравствуйте. уважаемые участники интернет-урока. И я благодарю организаторов этого замечательного мероприятия за возможность поразмышлять, в общем-то, на очень актуальную и важную тему о системе диагностики и профилактики зависимого поведения в условиях образовательного учреждения. Собственно, теме, которая близка мне по более чем 20-летнему опыту работы в области профилактики. Я буду говорить о том, что делается в течение этих 20 лет, делается практическими психологами системы здравоохранения, в системе профилактики. Безусловно, наш взгляд может быть обсуждаем, но опыт нашей профилактической работы показывает о том, что если подходить к этому вопросу именно так, как вынесено в заглавие система организации диагностики и профилактики зависимого поведения, то определенные и достаточно большие результаты такая работа может принести. Я согласна еще с этой темой, потому что, во-первых, действительно, я считаю, что диагностика и профилактика зависимого поведения необходимы, потому что слишком велик размах проблемы. И уже не один раз здесь говорилось о том, что на сегодняшний момент очень тревожным остается именно ситуация в молодежной среде, связанная с потреблением психоактивных веществ. Она не просто не угасает, она во многих, некоторыми темпами нарастает, и необходимо на эту проблему обращать внимание. Диагностика и профилактика зависимого учреждения необходимы еще и в учреждениях образования, потому что школа, образовательные учреждения, вуз, колледж на сегодняшний момент являются той благодатной средой, где можно, в общем-то, увидеть организованные детско-подростковые коллективы, где можно каким-то образом осуществлять воздействие на эти коллективы. В конце концов, люди, которые работают в образовательном учреждении, они, по сути дела, являются воспитателями и психологами по жизни, а значит, им можно доверить проведению вот такой вот серьезной работы. Диагностика и профилактика зависимого поведения должны быть ранее. Это еще одно мое глубокое убеждение. Мы здесь уже обсуждали этот вопрос. Я хочу сказать, что дело в том, что до того, как выставлен диагноз наркомания, токсикомания и так далее, и так далее, какой-либо вид зависимости, этому этапу предшествуют очень долгие этапы экспериментов, этапы злоупотребления. И вот именно на этом этапе можно попробовать повернуть человека, который единожды оступился, который совершил первую пробу. Другими словами, можно воздействовать на него для того, чтобы не допустить собственно возникновения заболевания. И как можно раньше, чем раньше, тем лучше. И, наконец, повторяю, что диагностика и профилактика зависимого поведения должны представлять собой систему. А это значит, две составляющие вот этого процесса диагностика и профилактика должны быть очень тесно взаимосвязаны и вытекать один из другого. В двух словах остановлюсь на каждом из этих аспектов. Итак, о диагностике зависимого поведения. Я постаралась исходить из позиции самого образовательного учреждения. Вот если бы мы сидели в условиях школы, колледжа, вуза, в каких направлениях необходимо осуществлять вот эту самую диагностику зависимого поведения. Итак, первое направление с моей точки зрения это в первую очередь наблюдение за теми учащимися, которые, как мы говорим, имеют факторы риска развития зависимостей. Согласно Всемирной организации здравоохранения факторов риска три группы биологические, психологические и социальные факторы риска. Так вот, и наблюдать надо за теми учащимися, которые могут иметь факторы риска именно в этих группах. В первую очередь это какие-то индивидуальные биологические особенности личности, например, наследственная отягощенность в отношении психических или наркологических заболеваний, органические поражения головного мозга, биологически определяемый высокий порог чувственного восприятия, то есть, например, комфортное восприятие сильных длительных раздражителей, стремление к искусственной стимуляции, которая, в принципе, и компенсируется впоследствии приемом наркотиков. Во-вторых, это наблюдение за теми учащимися, которые имеют психологические факторы риска. Но, например, это индивидуальные психологические особенности нервной системы, низкая неустойчивость к эмоциональным нагрузкам, любопытство, высокая поисковая активность, инфантилизм, внушаемость, подражательность, нравственная незрелость личности. Это все можно выявить даже при обычном педагогическом или просто обычном взгляде на подростка. И, наконец, с учетом социальных факторов риска, то есть те учащиеся, которые имеют так называемую нарушенную микросреду развития. Это семьи из группы риска, семей группы риска, учащиеся, вернее, семей группы риска, входящие в какие-либо неформальные молодежные объединения. Мы знаем, что именно неформальные объединения являются фактором риска возникновения первых зависимостей и так далее. Второе направление диагностики, это так называемая, с моей точки зрения, косвенная диагностика факторов риска зависимого поведения. Это применение специальных методов для того, чтобы определить какие-то вещи, которые мы можем связать, которые коррелируют с каким-либо возможным отклоняющимся поведением. Но, например, по моему опыту точно могу сказать, что учащиеся, которые демонстрируют признаки школьной или учебной дезадаптации, они абсолютно точно попадают в группу риска, потому что, если с этим ничего не делать, через какое-то время школьная дезадаптация осложнится пробами, экспериментами с психоактивными веществами. Личностные особенности, которые можно диагностировать с помощью определенных методик, ну, например, повышенная тревожность, импульсивность, низкая самооценка, склонность к рискованному поведению, психопатия или акцентация характера, комфортного, гипертимного, демонстративного тита, и, например, гидонистическая направленность личности, это тоже все личностные особенности, которые выявляются обычным школьным, вузовским психологам, которые могут говорить о том, что подросток, их демонстрирующие, имеют тенденцию вхождения в группу риска. Я представила здесь вот те методики, которые иногда с этой целью используются в практической превентологии. И, наконец, еще одно направление диагностики, это оценка степени вовлеченности учащихся в применении психоактивных веществ. Мы такое встречаем, когда проводится какое-либо анкетирование, мониторирование, ситуации раздаются опросники, анкеты. В этих вопросах обычно выясняется и отношение к психоактивным веществам или к людям, злоупотребляющих псих, ими, выяснение наличия опыта употребления психоактивных веществ, исследование представлений учащихся о вреде или оценка риска отрицательных последствий приема и диагностика степени вовлеченности в употребление ПАВ. Ну, например, такой известный тест, как тест Феггерстрема, который определяет степень никотиновой зависимости уже у курящих подростков. Конечно, этот метод опроса, он во многом ограничен, метод анкетирования, потому что мы здесь уже говорили о том, что он хорошо работает, если он на анонимной основе построен, если он не предполагает вопросов, которые могут провоцировать излишнее любопытство тех, кого анкетируют, не предполагает не учет уровня информированности первоначально, и вот по моей практике здесь желательно задавать даже вопросы, не касающиеся опыта употребления, наличия опыта употребления, а, что называется, такие подстроечные вопросы под будущее, как ты думаешь, в будущем, если ты станешь взрослым, ты будешь употреблять там алкоголь, там какие-то токсикмонические вещества и так далее. Вот такие вопросы тоже косвенно могут каким-то образом ответить на наш вопрос. Ну и, наконец, прямая диагностика потребителей наркотических веществ, о которой тоже сегодня здесь уже много говорилось, это применение родителями или законными представителями экспресс-тестов на наркотики и диагностическое тестирование на раннее выявление потребителей наркотических веществ. Вот это уже прямая, что называется, диагностика, результаты прямой диагностики, которые могут сказать, что да, человек потребляет вещества. Ну и, наконец, еще несколько слов о том, что после того, как диагностика проведена, как теперь выстраивать собственно на профилактическую работу. Правовые основы сегодня вот этой профилактической работы были очень хорошо озвучены, я поэтому смогу пропустить, а вот практически основы построения профилактической работы, я уверена, что любую профилактическую работу надо начинать с того, чтобы определить цели этой работы и мишени профилактики. Вот мониторинг ситуации, а в данном случае с вступлением в силу действия закона о тестировании, это помогает проводить такой мониторинг, он может помочь в решении этого вопроса. Тот же самый мониторинг может помочь и определить эффективность каких-то профилактических мероприятий, если мы проведем диагностику уровня вовлеченности ребят до и после, например, внедрения каких-то долгосрочных масштабных программ. Я больше чем уверена, что еще одним аспектом, который в практике должен быть учитываться, это дифференцированный подход к основным целевым группам профилактики. И на сегодняшний момент грамотный превентолог всегда знает, что к этим основным целевым группам относятся не только учащиеся, которых считаются как потенциальные потребители, среди них есть экспериментаторы и уже потребители, но и ближайшее окружение детей и подростков, это педагоги и родители. И поэтому на базе образовательного учреждения должны быть четко прописаны все методы воздействия на все эти три целевые группы профилактики с учетом степени вовлеченности в этот процесс. Вот я представила здесь схему профилактической работы с учащимися, которая подразумевает, что должно быть воздействие по первичной, вторичной, третичной профилактике и в сочетании неспецифического, специфического и альтернативного компонента профилактики. здесь же есть схема организации профилактической работы с педагогическим коллективом. Для педагогов тоже очень важно и получать информацию, и обучаться основам профилактической работы, и получать консультации каких-либо специалистов в этой области. И схема организации профилактической работы с родительским контингентом, которая также нуждается не только в информировании о проблеме, но и обучении навыкам профилактической работы семьи, То есть, например, из моего опыта это создание родительского актива, которые могут успешно включаться в профилактическую деятельность. Я также уверена, что существуют те основные принципы профилактической работы, которые необходимо на практике соблюдать и которые сегодня действительно во многих образовательных учреждениях уже являются аксиомой. Это и ориентация в целом не на профилактику каких-либо зависимостей, а на здоровый образ жизни, на воспитание установки на ведение здорового образа жизни. Это учет идентичности механизма формирования всех зависимостей, а значит направление работы необходимо выстраивать как направление профилактики аддиктивного развития личности. Мы говорим в целом о том, как воспитать независимого человека, а не просто наркоман, алкоголик и так далее. Это приоритет, опережающий характер первичной профилактики и воздействие на внешние факторы риска, внутренние факторы риска тех, кто употребляет психоактивные вещества. Это принцип регулярности воздействия, когда долгосрочные какие-то программы сочетаются с краткосрочными мероприятиями. И отказ от только краткосрочных каких-то отдельных таких массовых мероприятий. Они никакого результата, по сути дела, не приносят, кроме как просто заострение внимания на проблеме. Это, наконец, ориентир на семейную профилактику, вовлеченность семьи в профилактику и научный подход к профилактике. И, наконец, все эти принципы могут быть реализованы только при условии межведомственного взаимодействия всех учреждений и ведомств системы профилактики. И, наконец, я больше чем уверена, что когда мы говорим о конкретной профилактической работе, надо абсолютно точно уходить от тех технологий, которые являются или малоэффективными, и практически неэффективными. В частности, от прочитывания лекций, от каких-то отдельных просмотров, просто просмотров видеофильмов, должны быть обязательно присутствовать интерактивные формы работы с целевыми аудиториями. Это деловые игры, ролевые игры, какие-то групповые тематические дискуссии, к которым вообще подростки так склонны, они так охотно на это идут. Это мозговой штурм, работа в малых группах, профилактические тренинги, разработки которых сегодня имеются и на базе нашего центра, и, в принципе, во многих учреждениях профилактики. Я знаю, что очень результативной именно в области профилактической работы с молодежью является проектная деятельность, потому что молодежь, в принципе, к созданию проекта по определению предназначена. И, наконец, уверена, поскольку занимаюсь уже пять лет волонтерским движением, что организация волонтерского движения в области профилактики зависимого поведения – это действительно самая эффективная стратегия профилактики. И в конце я хочу сказать, что проблема наркомании не решается в одночасье, абсолютно точно. Это очень длительный процесс. В решении этой проблемы приоритет стоит за профилактикой. А говоря словами из доклада «Ассоциация европейских городов против наркотиков», я могу сказать, что реальный приоритет профилактики наркомании перед её лечением – это чуть ли не единственный ключ к достижению эффективности в борьбе государства с наркотиками. Я уверена, и мой практический опыт это подтверждает. Спасибо. Ольга Юрьевна, сильно не буду вас мучить, но есть определённый вопрос, хотелось бы задать. Люди спрашивают, вот есть ли вообще люди независимые, ни от чего? Вы знаете, вопрос зависимости – это вообще очень такой философский, я бы сказала, вопрос, потому что любой человек всё равно зависит. Мы зависим от близких, мы зависим от каких-то своих интересов, потребностей и так далее. Вопрос, в какой степени эта зависимость нарушает личность, в какой степени зависимость нарушает какие-то социальные функции человека и так далее. И поэтому я бы сказала так, что зависимы мы зависимы. Вопрос о характере этой зависимости. А вот когда вступать в работу родителям, педагогам, мы же понимаем, что зависимости разные бывают, да? Но кто будет фильтровать хорошая зависимость, плохая зависимость? Вы знаете, всё дело в том, что я вот повторяю, что вступать в работу, потому что, с моей точки зрения, профилактика, если переводить на больше такую, это воспитание. Вот с какого времени начинается воспитание человека? С момента, когда он появился. И прививать вот эти положительные зависимости, это тот положительный аспект. А рассказывать детям, каким-то образом предостерегать от вредных привычек, от каких-то негативных зависимых, это те же самые составляющие этого воспитательного процесса. Следующий вопрос. Надо ли обучать вопросам организации профилактической работы всех преподавателей? Или должны быть отдельные специалисты в школе, в ВУЗе, которые профессионально занимаются профилактикой? Опыт деятельности нашего конкретно учебно-методического центра по профилактике и теперь уже в структуре НПЦ наркологии, я уверена, что все педагоги должны владеть навыками основ профилактической работы. Почему? Потому что если профилактику мы начинаем в образовательном учреждении, неминуемо будут какие-то результаты, какая-то динамика в поведении, в развитии подростков, которые должны пониматься всеми педагогами и разделяться этими педагогами. Другое дело, что для проведения более узких каких-то вопросов профилактики, более сложных вопросов, нужно уже, может быть, привлечение специалистов. Но владеть основами профилактики каждый педагог, каждый родитель. Спасибо. Руслан Андронникович, вот вам есть тоже вопрос, тогда прошу вас сразу выйти за трибун, потому что я вам сразу слово предоставлю. А перед тем, как вы выступите, небольшой вопрос. Вот вы специалист в сфере выявления зависимости, не только наркотических, но и игровых и так далее. Вот люди спрашивают, можно ли, вернее, хорошо ли, когда одна зависимость заменяется другой? Добрый день, глубоко уважаемый Алексей Сергеевич, члены президиума, эксперты, студенты, слушатели, интернет-слушатели. Спасибо за вопрос, отвечаю. Конечно, это плохо, когда один вид зависимости заменяется другим. Мы не можем заменить, например, зависимость наркотическую на алкогольную или на компьютерную зависимость. И то, и другое, и третье, все это не очень хорошо, плохо. На сегодняшний день существуют разные виды зависимости. Они делятся на химические и нехимические. О химических видах зависимости было предыдущими выступающими много сказано. Но наряду с этим существует и нехимический вид зависимости. И одним из видов таких является компьютерная зависимость. Что такое компьютерная зависимость? Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером. Российские психологи обратили внимание на то, что, по их данным, от 10 до 14% тех, которые играют в компьютерные игры, впоследствии становятся зависимыми. Более того, зависимым можно стать в любом возрасте. Но плохо тогда, когда это относится к подростковому возрасту. На сегодняшний день компьютерная зависимость – это представляет собой социальную действительность. Иначе говоря, те моменты реальной жизни, которые недополучили люди, в частности мы можем говорить о студентах, о подростках, они это переносят в виртуальную жизнь. Более того, чем больше социально дезадаптирован подросток, тем больше он включается, углубляется в компьютерную игру. При этом абстрагируется от реальности, от реального мира и уходит в виртуальный мир. К чему это приводит? Но все те формы поведения, которые он приобретает в виртуальном мире, он пытается перенести в реальный мир. И получает, естественно, социальное отвержение. И поскольку получает социальное отвержение, он что при этом делает? Он более абстрагируется, более дезадаптирует. И впоследствии это приводит к формированию и психической зависимости, и физической зависимости от компьютера. По данным российских и зарубежных исследователей, существуют на то следующие причины формирования компьютерной зависимости. Они делятся на личностные и социальные. Иначе говоря, существуют внутренние и внешние причины. Что же относится к внутренним и внешним? Ну, нет, нет, предыдущий слайд. Значит, личностные особенности. Это относится к внутренним причинам. Личностные особенности подростка. Это нервно-психическая неустойчивость. Акцентуации. Это, прежде всего, шизоидные, стероидные, неустойчивые и пелитонные типы акцентуации. Поведенческие реакции. А также факторы, связанные с неуспешностью адаптации. Иначе говоря, дезадаптация социальная. Ну, плохая переносимость трудностей, социальная жизнь, комплекс социальной неполноценности. А также внешние факторы. Это воздействие социальной среды и условия, препятствующие реализации широкого круга форм поведения. Какие же существуют причины ухода в виртуальную реальность? Это жажда приключений. Детская безнадзорность. Имеется в виду те родители, которые не интересуются жизнью своих детей. Какие у них проблемы существуют. С кем и как они проводят время и так далее. Также постоянные ссоры между родителями. Физическое, эмоциональное, психологическое насилие со стороны одноклассников или сверстников. В развод родителей. Недостаток общения с родителями, с верстниками, одноклассниками. Заниженная или завышенная самооценка ребенка. Ребенка не устраивает его семья, образ жизни семьи. Или же присутствует жестокое обращение родителей с ребенком. Различные суровые наказания и провинности за непосильные домашние нагрузки. Туда же может относиться гиперопека, гипоопека. Иначе говоря, те подростки, которые не получают поддержки и понимания со стороны родителей и близких окружающих, подвержены к тому, чтобы абстрагироваться и уйти в виртуальный мир. Я коснусь в течение 10 минут. Невозможно, наверное, объять не объять, поэтому я коснусь самых, на мой взгляд, нужных вещей. Это диагностика компьютерной зависимости и профилактика компьютерной зависимости. Итак, для вас, наверное, будет самым таким необходимым, самый вот такой простейший тест на проверку степени зависимости, компьютерной зависимости. К ребенку, увлеченному игрой, обращается родитель, папа или мама с такой элементарной просьбой. В то время, когда ребенок находится у компьютера, обращается и просит ребенка, помоги, пожалуйста, сынок, дочка, или там, например, подвинуть кресло. И тут есть разные способы реагирования. Первый уровень. Ребенок легко, вариант А, легко. Ребенок отвлекается на просьбу, подходит и помогает отцу или маме там сдвинуть кресло. Вариант В. Ребенок отвлекается со второго или третьего раза, но при этом огрызается, раздражительный. Ну, во всяком случае, просьбу отца или мамы исполняет. Вариант В. Ребенок не отвлекается на просьбу, явно не слышит, игру не прерывает. И поведение свойственно зависимому поведению. В этом случае мы можем говорить о второй, третьей степени компьютерной зависимости. Если вариант В, как вы видите на слайде, то можно уже думать о зависимости первой степени. И второй уровень. В случае, если ребенок ввел по схеме В и В, то спустя, например, день или два, то же самое обращается, с такой же просьбой обращается родитель к своему ребенку. Сынок, помоги мне, пожалуйста, подвинуть кресло. Я одна справиться не смогу или один. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, прерви свое занятие и помоги мне. Если реакция на просьбу будет аналогичной, то можно думать о существовании зависимости. И тут уже нужно обращаться к специалисту. Следующий, пожалуйста. Существует также диагностика компьютерной зависимости, предложенная Шоттаном, Текли и Янгом. Ну, я перечислю. Это когда родители просят отвлечься от игры на компьютере, подросток выражает яркое нежелание делать это. Или все же подростка отвлекли, то он становится очень раздражительным. Подросток не способен запланировать время, когда он закончит игру на компьютере. Подросток расходует очень много денег, чтобы обновлять программы на компьютере, приобретать все новые игры. Подросток забывает о домашних делах и обязанностях, об учебе. Сбивается полностью график питания и сна. Подросток начинает пренебрегать своим собственным здоровьем. Чтобы постоянно поддерживать себя в бодрствующем состоянии, подросток начинает злоупотреблять кофе и другими психостимулирующими веществами. Прием пищи происходит без отрыва от компьютера, прямо у компьютерного столика. Во время игры или работы на компьютере он ощущает эмоциональный подъем, чувство эйфории. Происходит постоянное общение с окружающими на различные компьютерные темы. Подросток привкушает и продумывает со всеми подробностями свое последующее нахождение в мире компьютерной фантастики. Что способствует улучшению настроения, захватывает все помыслы, много мечтает о том, как скоро он начнет играть. Начинает ребенок прогуливать в школу, чтобы посидеть за компьютером. Как заходит домой, сразу вместо того, чтобы переодеться, помыть руки и стремится к компьютеру. Забывает поесть, почистить зубы, причесаться и так далее. Находится в раздраженном агрессивном состоянии, не знает, чем заняться, если компьютер сломался. И угрожает, шантажирует родителей, если ему запрещают играть за компьютером. Самый такой элементарный тест, не грозит ли вам игровая зависимость. Отвечается да или нет. Ну, хотите, я это просто опущу. Те, которые заинтересуются, могут взять мой электронный адрес. Я могу более подробно вам отправить. Или могу прямо тут прочитать просто 12 вопросов за положительные ответы. На второй и десятый вопросы по одному баллу, на все остальные отрицательные по одному баллу. Если от 8 баллов и выше, вряд ли бы променять реальные удовольствия на компьютерную. Если 7-4 балла, то, во всяком случае, тут какая-то золотая середина. Вы можете при бесконтрольном обращении с компьютером стать зависимым, а можете и не стать. И если меньше 4 баллов, вы азартный, безрассудный. И, в общем-то, это врожденное качество, подтверждает опыт. Следующий, пожалуйста. И диагностика компьютерной зависимости – это характерные черты зависимой аддиктивной личности в реальной жизни. Это когда отсутствует самоконтроль и самостоятельность, признаки присутствуют навязчивости, неумение сказать «нет», боязнь быть отвергнутым, болезненное восприятие критики, физическое истощение. Это частые головные боли, бессонница, расстройство желудочно-кишечного тракта, снижение уровня зрения, боли в спине и суставах. И психическое истощение, дефицит внимания, снижение функций памяти, тревожное и депрессивное расстройство. Материальное и духовное обнищение – это предварительная диагностика компьютерной зависимости. Мы много говорим о компьютерной зависимости. Что же тут в этом плохого? С одной стороны, это позитив, мы получаем много интересного, обогащаемся. А с другой стороны, смотрите, к чему это проводит. Это изменение в поведении, мотивации, эмоционально-аффективной сфере молодых людей, снижение успеваемости, ухудшение физического самочувствия, трудности в общении с окружающими. Наблюдается повышенный уровень тревожности. И как следствие, в вышеперечисленных негативных последствиях, может наблюдаться нарушение развития «я-концепции» подростков. Следующий, пожалуйста. Ну и нужно коснуться профилактики. Сегодня было сказано, что профилактика бывает первичная, вторичная, третичная. Я не буду касаться вторичной, третичной профилактики. Остановимся на первичной профилактике. Что нужно делать вообще для того, чтобы не быть зависимым? И что нужно делать для того, чтобы сберечь свое здоровье? Ну, правила техники безопасности при работе за компьютером. Быть может, это все знаете, но тем не менее, я повторю. Глазам, работающим за компьютером, помогут очки с перфорацией. Это своего рода тренажер для глаз. Их надо одевать несколько раз в день, на 5-7 минут, отсидев час-полтора часа перед компьютером. Нужно сделать гимнастику для глаз. Какую гимнастику, опять-таки, в течение этого малого времени, отпущенного мне, я не смогу вам рассказать. Если кто-то заинтересуется, пожалуйста, Алексею Сергеевичу, мои координаты, я вам всю эту информацию сброшу на ваш адрес. Мы на сайте все вывесим вместе с записью сегодняшний контурок. И держать мышку, так называемый запястный синдром. Не надо давить на мышку, иначе вот могут образоваться вплоть до контрактур последствия. Стол должен быть широким, позволяющим рукам располагаться на нем. И не свешиваться, поскольку это все вызывает усталость и напряжение в мышцах. Регулярно необходима влажная уборка, острая необходимость, так как это компьютерный монитор собирает на себе пыль, приводит к высыханию кожи, носоглотки, слезливость глаз и другие аллергические реакции. Монитор должен находиться 60 сантиметров от пользователя и чуть выше уровня глаз. И теперь возрастные цензы. Ребенку до 7 лет вообще нежелательно сидеть за компьютером. Ну и все-таки, если это удается сидеть, то не более 20 минут, и не каждый день. Один раз в два дня. Для детей с 7-12 лет это составляет время уже 30 минут в день, но опять-таки, не каждый день. 12-14 лет это уже один час в день могут проводить с 14 до 17 лет полтора часа. И взрослым нежелательно работать за компьютером более пяти часов. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и что делать, если вы подозреваете о ребенке компьютерной зависимости? Опять-таки, я сброшу всю эту информацию вам, кто заинтересуется. Следующий, пожалуйста, слайд, Алексей. И что делать, чтобы ребенок не стал зависимым от компьютера? Ну, тут было много чего сказано. Профилактики девиантных форм поведения и зависимости наркотической. Но, тем не менее, сейчас я быстренько перечислю. Ну, познакомьте его с временными нормами. Не контролируйте разнообразную занятость, кружки, спортивная секция и так далее. Приобщайте к домашним обязанностям. Культивируйте семейное чтение. Ежедневно общайтесь с ребенком. Контролируйте круг общения. Приглашайте друзей ребенка в дом для того, чтобы посмотреть, с кем он вообще общается. Знайте место, где ребенок проводит время. Научите способам снятия эмоционального напряжения. Цензуру на компьютерные игры и программы. Чем же он увлекается, во что он играет. Играйте в настольные другие игры. Приобщайте к играм своего детства. И не разрешайте выходить в интернет бесконтрольно. Говорите с ребенком об отрицательных явлениях жизни. Вырабатывайте устойчивое отношение к злу. Активное противостояние тому, что несет в себе энергию разрушения, уничтожения, деградации личности. И не забывайте, что родители – это образец. Как родители поведут, точно так же будет себя ребенок впоследствии вести. Следующий. 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 Спасибо за внимание. Руслан Дроникович, я вас так просто не отпущу. Вопросов очень много. Если коротко, у нас время уже заканчивается. Вот вопрос. Ребенок учится в школе, у него диагностируется компьютерная зависимость. Спрашивают, это проблема педагога или это проблема родителей? Ну, компьютерная зависимость имеет четыре стадии. На какой он стадии находится, во-первых. Бывает стадия легкой увлеченности, увлеченности, зависимости и привязанности. Это в первую очередь, сегодня уже говорили, это ребенок рождается, это удел в первую очередь родителей. Как они воспитают, каким они ценностям будут прививать ребенка. Поэтому это в первую очередь родители, а потом уже школа. Вот следующий вопрос. Как я понимаю, студент спрашивает. Часто, занимаясь в стенах МГТ Минибаумана, приходится работать на компьютере, потому что очень много заданий, информации в сети, в интернете и так далее. Родители не понимают такую привязанность к интернету и часто начинают ограничивать, либо упрекать в том, что у меня есть зависимость. Что посоветуете, как вести себя в этой ситуации? В этой ситуации нужно вести себя следующим образом. Во-первых, на самом деле было сказано, что без компьютера на сегодняшний день людям сложно жить. Во-вторых, есть определенный интервал времени. Вот 5 часов отведено для взрослых. Если это время преобладает, становится не 5 часов, а больше, например, есть люди, которые жизнь, работа связана с компьютером. Что же делать? Они и 7, и 10 часов могут провести за компьютером. В этом случае каждые 40-45 минут нужно делать перерыв. Гимнастику специальную для глаз, для спины, для шеи. Опять-таки, если кто-то заинтересуется, пожалуйста, я все эти упражнения вам дам. Если нет компьютерной зависимости, если нет такой зависимости, то может человек проводить, если контролирует сам себя и делает эти упражнения, то он может работать не 5 часов, а больше. Все, спасибо. Присаживайтесь. Спасибо за выступление, спасибо всем за внимание. Я хотел много чего показать. На сайте будет вся информация вывешена, и в том числе координаты. Отвечая на этот вопрос, я продолжу, Руслан Андронникович, с тем, что студент занимается очень много за компьютером, и родители возмущаются. Знаете, я тоже преподаю, я знаю многих студентов, которые действительно очень много времени тратят работе на компьютере, выполняя ДЗ, и так далее, и так далее. Но это диагностируется очень легко, результат пользования компьютером. Если человек начинает мыслить по-другому, если начинает ставить какие-то интересные проблемные вопросы, корни которых растут в знаниях, тогда я всегда разрешаю пользоваться компьютером. Но если человек говорит о том, что мне много задали, много задали, я вижу, как он на глазах тупеет. Извините, рассказывать о том, что много задают, и он поэтому сидит в сети, это бесполезно. Поэтому задающий вопрос всегда четко понимает ответ. Вы сами можете себе дать оценку, что вы там в сети в этой делаете. И если родители видят, наверное, они тоже не слепые, не бестолковые. Экран большой, видно издалека, где вы там аськи отправляете, либо вы решаете задачи. Поэтому сами находите общий жиг с родителями, убеждая их в том, что вам компьютер в помощь, а не как использование зависимого средства. Дорогие друзья, мы вынуждены будем заканчивать сегодняшний интернет-урок. Я вот хотел задать еще один вопрос из интернета Геннадию Ивановичу. Геннадий Иванович, вот люди спрашивают, есть ли результаты, которые уже получены вами, то есть коллегами, после совместной работы по вот этим интернет-урокам, после первых двух уроков. Вот какие-то, может, вопросы к вам поступают, может, какие-то предложения. То есть есть ли какой-то практический выхлоп от проведенной работы? Есть. Мы получаем до сих пор ответные реакции из регионов. Более того, интернет-урок входит в систему дистанционного повышения квалификации педагогов, различных образовательных организаций. Это и вузы, это какие-то колледжи в больших городах, также это сельские школы. Поэтому наш интернет-урок является своеобразным таким контрольным занятием, мероприятием для преподавателей и родителей, которые активно вовлечены в нашу вот эту систему дистанционного обучения. И, конечно же, это очень важный элемент образовательный, познавательный для обучающихся различных образовательных организаций, школы, средние и высшие учебные заведения. Спасибо, Геннадий Иванович. Я вас приглашаю за трибуну. Пока Геннадий Иванович выходит, я два слова скажу по поводу этого же вопроса. Вы знаете, вот сейчас многие из территорий, с различных регионов Российской Федерации шлют вопросы. И, зная, что буквально на днях, 26 числа будет стартовать автопробег, сейчас Геннадий Иванович расскажет, уже готовят встречи с участниками автопробега по результатам как раз этого интернет-урока. Те вопросы, которые я не смог задать, либо те проблемы, которые возникли, слушая выступающих специалистов, они будут обсуждаться уже в территориях, как бы выносные интернет-уроки будут проходить на местности. А сейчас, уважаемые друзья, предоставляю слово Геннадий Ивановичу, который проинформирует всех о сегодняшнем торжественном мероприятии старта автопробега. У нас здесь присутствуют два представителя автоколонны. Это Сергей Викторович Лазарев, прошу сразу выйти сюда, рядом с трибуны, с Геннадьим Ивановичем. И Алексей Мысин, наш волонтер, студент. К сожалению, мы не можем сюда всех пригласить, потому что все занимаются уже по распределенным заданиям. Но вот в лице двух человек мы сегодня представляем коллектив автопробега. Дорогие друзья, коллеги, я хочу сказать, что Алексей закончил наш Бауманский лицей, является, несмотря на свой юный возраст, ветераном нашего движения автопробег. Первый автопробег в 2009 году, он как школьник принял участие. И, надеюсь, уже с этого года он станет нашим студентом. Поэтому, как ветерану, разрешите вот такой сертификат. Он поставит его на лобовое стекло автомобиля и гордо будет ехать, а все будут завидовать. Алексей, вручаю, поздравляю. Лазарев Сергеевич более молодой участник. На его счету всего три автопробега. Но, тем не менее, он вовлек в это движение всю свою семью. И я считаю, все родители должны брать пример Сергея Викторовича и вовлекать также все свои семьи в такие славные дела. Дело в том, что мы по заданию Министерства образования и науки в год проводим повышение квалификации до 2,5 тысяч преподавателей. Во всяком случае, в рамках национального приоритетного проекта образования и других федеральных целевых программ. Сейчас мы развиваем, я уже говорил, дистанционные формы повышения квалификации. И автопробеги позволяют нашим ребятам, волонтерам в своих региональных организациях, куда мы пребываем, проводить совместные студенческие образовательные мероприятия. Мы, как преподаватели, можем проводить зачетные мероприятия. И таким образом автопробег является связующей нитью, которая позволяет вот эти все наши мероприятия наполнить особым смыслом. И я уже сказал, с 2009 года эти автопробеги у нас развиваются. Они поддерживаются Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Лига здоровья нации, это президентские программы. Бакерия Лео Антонович, вы знаете этого великого ученого. Российская Лига наркологических, которого возглавляет Брюн Евгений Алексеевич. Ну и, конечно же, МВТ имени Баумана и наш учебно-методический центр, а также организация здоровья инициатива. И разрешите мне на вершине этой помпезности, сказанных слов, вручить сертификат начальнику штаба автопробега, постоянному начальнику штаба автопробега Миронову Алексею Сергеевичу. Спасибо. Вы знаете, я бы хотел еще слово предоставить отцу Евгению. Он хотел обратиться... Он хотел обратиться к участникам автопробега и тем, кто будет сообщаться с ребятами в территориях. А автопробег у нас будет из Москвы начинаться, пройдет по городам Иваново, Пенза, Ростов-на-Дону, Севастополь, Анапа, Белгород и обратно возвращаемся в Москву. От лица Русско-Православной Церкви призываю на всех участников автопробега благословение Божие. Дело это очень важно. Вы проедете по территории нашей страны, имеющей славную историю. И, конечно же, пусть Божье благословение будет сопутствовать вам в этом очень важном деле. Помоги Господь. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, отец Евгений. В наше движение вовлекает все больше и больше студентов, молодежи, это очень хорошо. В заключение нашего интернет-урока хотел бы еще предоставить слово Руслан Дроникович, да, буквально две секундочки. Спасибо, Алексей Сергеевич. Знаете, вот у меня к вам вот такое обращение. Я прошу занести протокол. Давайте все подпишемся в мое предложение. Не знаю, насколько оно будет реализовываться, да, и обратиться в Минздрав, а может даже, я не знаю, председателю правительства вот с таким вот заявлением. Знаете, мы сегодня много говорили о профилактике. Профилактике наркотизма, да, алкоголизма, компьютерной зависимости. Мы говорим уже практически о последствиях того, чего мы имеем на сегодняшний день. Я предлагаю начать это с момента рождения ребенка. Вот в Центре наркологии существует на сегодняшний день генетическое консультирование, о чем я несколько лет тому назад говорил. Наконец-то, в общем-то, вот сейчас имеет быть это консультирование и помогает вот во время заключения брака между мужчиной и женщиной. Вы, наверное, знаете, для студентов вы можете обратиться, и вам скажут, что вас ожидает, какая генетика и так далее. Но с момента рождения ребенка есть элементарные тесты. Мы можем посмотреть нейромедиаторы, можем посмотреть активность ферментов, которые участвуют в формировании зависимости. И тем самым мы можем уже с момента рождения брать этих детей в группу риска и наблюдать, и наблюдать, что будет с ними дальше происходить. Этим, конечно, должен заниматься уже детский психиатр-нарколог. Может, с привлечениями психолога. Вот у меня такое предложение. И тогда нам будет проще не собираться вот так и не говорить, а что мы будем делать, как мы будем поступать, почему у нас увеличивается количество детей, зависимых от разных видов. Руслан Анатольевич, я могу сказать, что... Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, да. Вот какое предложение, давайте мы... Галина Тольна выступала по 120-му закону, она сказала, 13-15 лет тестирует. Руслан Анатольевич сказал, что надо с рождения. Значит, надо вносить изменения, предлагать, внесли в этот закон. Пусть там также будет указано. Подключается другая категория специалистов. Хотя это очень мудро и грамотно. Действительно, воспитание, как и само слово, так и его суть, они начинаются буквально с рождения человека. А также это все передается, наверное, путем общения родителей с детьми, родителей с дедушками, бабушками. Вот эта система ценностей семьи должна у нас развиваться. На этом мы первый интернет-урок сегодняшнего дня заканчиваем. Спасибо всем за внимание. В 16 часов мы опять собираемся. Объявляется перерыв на обед. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.